о пацаны ничего здесь зай походи пожалуйста с коляску новый выпуск на канале проекта нового хули муви пацаны здорово по-прежнему находимся за городом давно не было выпусков новых на прикольные интересные необычные новые кальяны сегодня их целых два один из них это кальян родом из украины кальян который я купил а это редкость за свои деньги под названием sun pipe один кальян номер два это новинка из краснодара кальян под названием капсула композит все вы знаете бренд капсула ему уже много времени пара лет а сейчас он принадлежит бренду мэтт пир и делается я так понимаю на его производстве будем разбираться будем вникать разбираться и делать какие-то выводы присаживайтесь поудобнее забивайте чашечки мы начинаем поехали ну чё план выпуска у нас предельно простой что нужно сделать нам нужно оценить чё из себя представляют продукты мы сейчас по очереди откроем оба кальяна мы соберем их после чего я прервусь на то чтобы сделать чашечки вернуться поставить колбы набрать воды покурить и поделиться с вами впечатлениями конечно конечно в конце этого выпуска мы разыграем два новые кальяна капсула композит и сам пайп один поэтому я очень рекомендовал бы досмотреть выпуск до конца тем более что оба продукта в целом довольно необычно начнем давайте начнем с капсулы значит что мы знаем о бренде капсула изначально продукт был создан хер знает когда в очередной раз андрюха и тем самым андрюха из краснодара который в свое время сделал капсулу япона хуку и типа кучу 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 огромное количество полис еще короче кучу кучу всяких разных кальянов которые потом кому-то продал также произошло и с кальянным брендом под названием капсула все вы помните эти кальяны первый обзор на колен капсула я снимал если не ошибаюсь когда был на отдыхе вообще по моему первый раз в таиланде то есть года три назад если не ошибаюсь а значит сейчас это уже абсолютно другой продукт если я не ошибаюсь делается он на заводе компании madpeer ну хоть что-то делается новое на компании заводы на заводе компании madpeer открываем а у нас здесь информация давайте с ней сразу ознакомимся капсула композит это высокоточная обработка чем сейчас никого не удивишь это уникальные конструктивные решения и действительно там есть пара необычных штук это гарантия качества отлично отлично используется карбон нержавеющая сталь крышка из полициталя 3 подлинных клапана ла-ла-ла-ла-ла-ла внутренний диаметр 10 миллиметров высота кальяна 47 диаметр 197 почему композит потому что в этом кальяне будут сочетаться разные материалы карбон металл и дерево пластик эпоксидная смола цена к цене вернемся позже и так абсолютно ничем не примечательная довольно дешево выглядящая внутри коробка ну и снаружи то есть даже типа качество печати написано 2018 года бренд качество печати качество вот это всех цветов ну как-то типа это выглядит немножко сомнительно я уверен что то производство на котором печатаются все коробки в краснодаре для кальяна для всех можно сделать куда лучше я бы не сказал что внешне коробка но действительно привлекательная и чем-то может зацепить но мы же оцениваем кальян поэтому давайте давайте перейдем к нему и так здесь внутри поролончик нас встречает блюдца блюдца необычной интересной формы она довольно глубокая с несколькими вот такими рвами она брендированная и в целом блюдца блюдца неплохое я еще 1 я уже этот кальян курил я ничего не помню курил дома поэтому все как первый раз вместе с вами и так основание основание это одно из самых необычных и один из самых примечательных элементов этого кальяна она реально необычная здесь по верхней части по вот этой дуге идут отверстия они же и являются своего рода клапанами продукте внутри в этой выемке грабировка здесь написано капсула и это реально типа смотрится прикольно а здесь же порт под наш коннектор шлангом и соответственно вот такая сверху накладочка накручивающаяся на металлической платформе из полициталя выполнена внутри три шарика шарики металлические и эти шарики и является своего рода клапанами продувки через которые мы по идее красиво вот через эти отверстия по периметру должны выдувать дым куря кальян капсула дальше декоративная часть давайте сразу собирать погружная часть шахты внутренний диаметр как мы уже прочитали 10 миллиметров более того кстати я забыл извиняюсь там ребята производители тем я забыл дома который ты мне привозил диффузор здесь специальные рейки и диффузор просто одевается если не ошибаюсь на ринге на эти рейки и соответственно без проблем его можно использовать но в целом я на диффузорной тяге практически не курю поэтому будем оценивать тягу классическую значит верхняя часть шахты точно также без проблем вкручивается в наше основание и здесь и сейчас мы уже получаем кальян современный красивый типа но палку с крутым основанием основание реально крутого основания реально впечатляет едем дальше значит вот такая штука это та самая типа верхняя декоративная накладка на шахту которую мы используем как это выглядит во первых оранжевый карбон вот который попался мне да это очень красиво во первых это в стиле прокачаем это не может не радовать ну и в целом эта вставка она смотрится прикольно сразу отмечу что когда кальян мы соберем несмотря на то что вроде бы детально все прикольно и вроде бы основание крутое и вроде крутая это накладка и вроде неплохое блюдца но когда все-таки типа мы собираем общую картину и когда мы полностью скручиваем собираем кальян он короче не знаю как объяснить по моему мнению когда на него смотришь оцениваешь вот это типа крутое основание и когда ты переходишь с основания взглядом на вот эту шахту верхнюю часть у тебя четко и складывается впечатление что на вот этой верхней части на ней не хватает объем то есть за счет того что основание громоздкая большое такое увесистое я не знаю возможно это так задумано возможно это типа много кому нравится это я придирает но небольшое есть такой блять раз синхрон основания с основной вот этой частью кальяна несмотря на то что и вот эти вставки и сам вот этот карбон оранжевый и отдельно основание отдельно блюдца выглядит прикольно в любом случае это необычно то есть основание это реально блять какое-то нововведение новшество такого я ничего не видел ну подобного рода продувка типа она есть на кальяне хулиган там это реализовано точно так же что когда мы там выделяется выдувается в стороны а здесь соответственно специальная дуга выведена в которой это выделяется выдувается сверху вниз короче будем пробовать курить и делиться своими впечатлениями что есть еще еще в комплекте кальяна капсула композит есть мундштук мундштук а из нержавеющей стали и соответственно с большим количеством всяких речек которые делают его синхронизирующимся с вот этими вот металлическими вставками на самой декоративной части кальян вот так по привычию коробка отправляется за кадры мы его обязательно сегодня покурим более того надо заметить что шахта сделана из цель натянутой типа трубы не с электросварной а если кто не шарит короче внутри шахты типа в трубке может быть шов а может его не быть вот если шва нету то эта трубка чуть чуть более дорогая и есть определенная каста людей производителей с которой я в целом типа не согласен я считаю что на это похуй но которые считают что если есть шов то больше вероятность того что какие-то типа бактерии или что-то еще будет соответственно на кальяне задерживаться внутри шахты это сложнее типа отмыть почистить и так далее я поспорил бы с этим потому что я считаю что в основной своей массе людям похуй электросварная там трубка или цель натянутая значит вот такой кальян капсула композит прежде чем все это курить мы перейдем ко второму продукту второй продукт называется один санпай это кальян из украины кальянный бренд из украины более подробно значит мы про него поговорим чуть позже вот таким образом соответственно открывается здесь на магнитиках коробка то есть понятно что это типа сразу абсолютно другого уровня но и абсолютно другой ценовой категории продукт здесь соответственно внутри тоже брендинг здесь один курит кальян from киев with смог написано значит что здесь есть во первых давайте пробежимся потому что и здесь есть бонусного это что не идет в комплект я этот кальян купил и мне ребята соответственно к нему комплект накидали всяких разных типа приколясов бесплатно которые они производят санпайп реально бренд который делает очень крутые аксессуары аксессуары которые вы все видели на них все обращали внимание в том числе он делает эти все индивидуальные мундштуки для условного там япона хуки и так далее то есть касание с брендом я уверен что у вас было колоссальное количество тем не менее впервые его продукты вот я подержал в руках две недели назад значит что здесь есть здесь есть вот в таком чекле кожаном тоже на котором написано один шило я не знаю она идет в комплекте или нет если идет то это вообще супер круто она выполнена из эпоксидки в таком же стиле деревянная эпоксидном как и сама шахта кальяна здесь тоже есть такая вставочка как на основании я вам покажу чуть позже на которой написано один соответственно огромное количество работы очень внимательное отношение к деталям это наверное самая красивая шила которая видел своей жизни очень круто если она идет в комплекте с кальяном если не идет тогда очень жаль значит шила мы разобрали его мы убираем дальше что у нас здесь есть еще индивидуальные мундштуки всякие разные но я еще раз говорю вы стопудово сталкивались вы стопудово видели эту форму вы стопудово видели также как я вот эти круглые коробочки мне кстати вот эта деревяшка не очень сильно нравится поэтому ничего супер удивительного в этом нет что здесь есть еще есть еще один мундштук это я так понимаю мундштук подороже я попозже открою ноутбук и посмотрю цены расскажу вам что сколько стоит здесь соответственно уже видеть деревяшечка здесь такая в стиле гуччи блять выполненная лента но в целом я бы не сказал что являюсь каким-то дрочером индивидуальных мундштуков у меня их всегда валяется гора я не вижу смысла за эти индивидуальные мундштуки платить и в целом типа меня в этом направлении не удивишь а вот чем меня удивишь незатейливым простым и в то же время предельно понятным маркетингом типа наклеечек в комплекте с кальяном это наклеечки нарисованы специально под кальян один сам пайк здесь везде изображена символика одина написано keep calm and смог один ну короче типа адаптивные наклеечки вот конкретно этот кальян это это прикольно то есть это действительно прикольно тут еще какие-то две беспонтовые наклейки но это не ваш переходим значит мы с вами к основной части к кальяну sunpipe один безусловно это кальян выполнена в цвете моего проекта в том цвете который мне нужен это соответственно дерево и акрил или эпоксидка которая выполнена в зелено-сером таком цвете я надеюсь вам видно потому что это нереально красивая текстура это выглядит все супер 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 круто значит основные элементы которые здесь используются основные кстати эта штука раскручивается о нифига себе кальяна лежит в коробке в собранном состоянии шахта но вот как выясняется можно ее раскрутить помимо нержавеющей стали и вот это дерево и вот этого дерева с эпоксидкой здесь еще используется и латунь используется она в довольно необычных местах таких как например диффузор для этого мы сейчас дойдем так короче возвращается все исходный вид короче смотрится это ребята абсолютно нереально круто здесь встроенные значит клапаны продукты ничего нигде не торчит вдоль самого основания выполнен набор отверстий через которые соответственно выдувается дым когда ты куришь кальян sunpipe один здесь такая же как машин я вам показывал маленькая типа вставочка это выглядит супер эстетично красиво но то есть отношение к деталям безусловно решает едем дальше погружная часть шахты довольно большой диаметр внутренний кальяна sunpipe один я думаю что где-то 13 миллиметров это прошла я вам говорил только что диффузор диффузор выполнены из латунь это прикольно потому что я не короче не знаю для чего это сделано безусловно все мы знаем что лату не самый подходящий материал для того чтобы использовать его в кальяна но я думаю или может быть я додумываю что это использовано и сделано здесь как короче если бы я себе сделал на кальяне латуневый диффузор я бы его сделал для того чтобы подчеркнуть какую-то не знаю дань уважение каким-то условным олдскульным кальяном которые раньше делались из латунь значит это еще не все это еще не все по одной простой причине по причине того что у нас есть комплекты шланг пружинка коннектор под шланг который выполнен из пластика из пластика из полициталия из такого же как сделано основание это коннектор которому есть вопросы и мы об этом поговорим сейчас уже чуть чуть попозже когда будем курить кальян sunpipe один вместе соответственно смотриanna мафтарым капсула композит мунд штука который идет в комплекте с кальяном брендированы тоже местами с золотой местами и нержавеющей стали выглядит хорошо несмотря на то что из нержавеющей стали довольно длинный с простой силы идти по несмотря на то что я довольно редко курю на штуке из нержавеющей стали мне нравятся длинные мунд штуке стики типа джини выполнены из алюминия, которые легкие, которые играешь в фифу, положил просто на губу и сидишь, значит, разъебываешь всех. А здесь, в этом случае, это тоже довольно неплохо, эстетично, красиво, и вот этот мундштук в комплекте мне точно нравится. Закругляем это словесное ушу, я достаю блюдце. Блюдце, безусловно, дешевит, оно идет, как бы, оно в целом, типа, смотрится с кальяном, оно брендированное, но вот эти вот, типа, блюдца, покрытые порошковой краской с брендингом, по моему исключительно мнению, по моей вкусовщине, они, безусловно, кальян дешевят. Так, друзья, я вернулся, я, к сожалению, когда разбирал Один, забыл коннектор под чашу, он тоже из нержавеющей стали, мы его тоже таким образом вкручиваем, и вот наш практически божественный, практически божественный кальян санпайподин находится в сборе, так же, как кальян капсула, это значит, что прямо здесь, прямо сейчас я отправляюсь забивать чашечку, набирать воды, ставить их в колбы, и возвращаться для того, чтобы мы могли с вами их покурить, поговорить о том, сколько они стоят, поговорить об особенностях, какие-то сделать, возможно, заметки, поправки, ошибки, и разыграть оба этих продукта. Оставайтесь на связи, через 30 секунд, вот уже все. Пацаны, вот вы кайфажеры, конечно, блять, просто вот так раз, и уже, типа, сейчас будем курить, и все, следующая секунда, уже, типа, я стою с чашкой, и все, курим. На самом деле, конечно, все это занимает куда большее время, большой труд, в большой труд превращается снятие видеоблога, когда тебе никто не помогает, когда тебе надо все это делать самому, и, соответственно, когда надо сделать, поставить, убрать, блять, ветер дует, блять, посмотреть, чтобы записывался нормальный звук. Ну, конечно, все это, типа, довольно долго. Значит, что я не показал еще? Я не показал вот такие щипцы, вы их тоже стопудово, наверное, видели. Это щипцы тоже от бренда Sunpipe, они довольно, ну, довольно популярная тема, я их видел очень много раз тоже. И вот здесь есть какой-то Один Пайп, еще мундштук, деревянный, деревянный золотой, вот такой вот, выглядит неплохо, ну, конечно, поэстетичнее и поэлегантнее выглядит вот тот вот оригинальный, который лежит в комплекте. Значит, что надо знать про Sunpipe? Они довольно долго на рынке, они начинали с производства стеклянных мундштуков, они первыми сделали индивидуальный мундштук, типа, дорогой премиум формата, премиум сегмента, такой мундштук, к которому мы сейчас уже все привыкли. Значит, захайпили они максимально, когда они начали делать мундштуки Станиславу Олейникову. А все, что производят ребята, стоит в целом вполне себе адекватных денег, то есть, типа, главное не еще и напутать, по-моему, типа, 1300 стоят щипцы, вот эти золотые, вот это, типа, охуенная шила, которая точно, я бы себе купил просто так, стоит 1400 рублей, если не ошибаюсь. Сколько стоит кальян, мы поговорим чуть-чуть позже. Значит, чашка уже прогревается, надо попробовать сделать что? Надо попробовать вставить коннектор шланга в основании. И здесь у нас с вами возникнет, блядь, забыл мой штук. И здесь у нас с вами возникнет самый большой вопрос сразу, который в целом у меня есть к кальяну под названием Sunpipe 1. Он заключается в том, что, если вы помните, я уже говорил, что основание кальяна, блядь, главное, чтобы ничего не упало. Я уже говорил, что основание кальяна выполнено из полициталя, из пластика. И коннектор под шланг, который вставляется в основание, тоже выполнен из такого же пластика. Это не о ринг, это условная притирка, благодаря которой мы вот в таком формате, типа, вставляем пластиковый коннектор в пластиковое основание. И я буду честен. Это, типа, вставляется паршиво, это иногда достается паршиво, и не всегда понятно, когда ты вставил полностью и нормально, а когда нет. То есть, ну, у меня есть определенного рода проблемы с вот этой штукой, и я надеюсь, что это какой-то у меня технический сбой. то есть, я могу курить кальян, это нормально, я его на несколько ступеней могу вставить внутрь, но это абсолютно неудобно, это точно, несмотря на то, что называют ребята, это притирка, и не имеет никакого отношения к стандартной, нормальной притирке, к которой мы все привыкли, к которой мы знаем, к которой мы готовы. О, кстати, мундштук тоже раскручивается, это прикольно. А давайте пробовать, то есть, единственный, вот прям, блядь, самый-самый конкретный минус, самая конкретная предъява, она в целом у меня заключается исключительно в том, что, конечно же, блядь, вот в этот пластиковый, пластиковое основание вставлять вот этот пластиковый ребристый коннектор, это совсем, совсем крайне неудобно и не самое лучшее решение. Кальян Sunpipe Одер, я курю уже, ну, наверное, недельку, может быть, дней 10, все это время у меня в целом по курению не возникает никаких вопросов. Кальян очень просто продувается, можно легко избавиться от лишнего дыма в колбе. Здесь ветер поднялся. Я вот из-за такого ветра, собственно, и не снимал, уже неделю я собираюсь снимать выпуски, ничего не начинал снимать, но уже сильно долго тяну, огромное количество материала накопилось, огромное количество новинок нам в ближайшее время надо с вами обсудить, поэтому снимаю, несмотря на задувание. Итого, резюмируя, по кальяну Sunpipe Один. Это очень красивая работа, это очень красивый, элегантный, действительно, типа кальян, кальян, который я не застремался и в целом не жалею то, что купил за свои деньги и кальян, который заставляет приковывать к себе внимание. Есть вопросы, вопросы, соответственно, это основание из полицитали и коннектор, блядь, из полицитали, который очень сомнительно туда вставляется, не очень мне нравится, и, соответственно, блюдце, которое можно было бы что-то как-то типа с ним подумать. Мне кажется, что конкретно для этого продукта такой вариант блюдца, как вот на всех там альфа-хуках и всех остальных кальянах, где порошковой краской покрыто блюдце и сверху сделана гравировка, несмотря на то, что гравировка симпатичная, это выглядит немножко-немножко удешевляюще сам по себе кальян. Курица нормально, по курению вопросов не вызывает абсолютно вообще никаких. Мы переходим к следующему продукту, к кальяну, капсула композит. Оба кальяна продаются, кстати, которые сегодня в обзоре, без колбы в комплекте. Соответственно, колбу придется искать свою. Значит, что мы имеем? Также в комплекте кальяна капсула композит. Я надеюсь, что он не упадет. Но если упадет, получится прикольная видеонарезка. В комплекте кальяна капсула композит. есть еще коннектор. Коннектор под шланг тоже из, так же, как и основание, из нержавеющей стали выполненный. Вставляется он на венгах, вставляется он без проблем. И, конечно же, это куда более совершенное соединение, уже давно зарекомендовавшее себя и эффективно использующееся кальяностроение. Куда более эффектное, куда более практичное, чем в случае с кальяном ходит. Я напоминаю, что мы курить будем без диффузора. Фотографию диффузора я у ребят попрошу, мы ее прямо вот сейчас где-нибудь здесь вставим, для того, чтобы вы могли с ней ознакомиться. Ну, классическую тягу никто не отменял. Это всегда кайф, мы это любим. Давайте пробовать. У меня там еще за спиной бассейн, приезжайте в гости, покурим кальяны, поплаваем в бассейне, пожарим крылыши. Снимем совместный выпуск, пожарим каких-нибудь российских производителей, Darkside Shot от с ними. Короче, я курил кальян капсула композит, мне нравится как это курица, я курил как раз без диффузора его самого начала, уверенная в себе, нормальная классическая тяга. Кальян небольшой, кальян практичный, кальян конечно же только за счет своего размера уже куда более удобный в использовании, чем тот же самый Один, но и кальян куда более скорее всего заурядный визуально, чем второй продукт, который мы рассматриваем в этом выпуске. Тем не менее, эта карбоновая накладка, она реально смотрится прикольно, блять, единственная предъява, которая у меня есть, это то, что она вот блять, типа, если бы она по моему мнению была хотя бы на процентов 30, чуть-чуть более широкая, мне кажется, что кальян бы в сочетании с основанием смотрелся куда лучше и куда пизжу, чем смотрится сейчас. А, как продувается? Как я и говорил, вот здесь по дуге у нас идут отверстия, их много, из всех этих отверстий выдувается дым, рассеивается сразу вокруг, соответственно, в обоих случаях, в обоих продуктах, это прикольное решение, это же решение реализовано на наших кальянах бренда Хулиган, первой модели кальянок Хулиган Бита, да, когда дым рассеется вокруг равномерно и нет конкретной точки куда направлен клапан продувки чтобы к какому-то человеку дым попадал весь в лицо это абсолютно непрактично ужасно и если есть возможность сделать так на кальяне то почему бы этого не сделать давайте посмотрим как продувается колба также без проблем как и в первом продукте с двух ненапряжных продувов я выдуваю весь негативный скопившийся дым в колбе от которого мне хотелось бы избавиться вот такой вот такой вот продукт давайте поговорим о том сколько эти кальяны стоят разыграем оба эти кальяна здесь в комментариях под этим видео и будем таковы кальян Один Sunpipe стоит 19 тысяч 900 ну короче 20 тысяч рублей стоит кальян плюс доставка соответственно обойдется вам с Украины каких-то денег дорого это или дешево это маркетингово полностью запакованный продукт это крутая коробка крутая упаковка крутой блять комплект крутой мундштук крутая шахта есть вопросы но в целом это кальян крутой и выходящий из ряда он выделяющийся на фоне многих других в том числе российских и иностранных кальянов выглядит это все хорошо несмотря на то что вопросы безусловно к этому есть я в целом не жалею за то что я купил кальян Один потому что как минимум это довольно редкий редкий продукт и не так часто ты увидишь ну я например ни в одном заведении в России в котором бывал этот кальян не видел если бы видел с удовольствием бы захотел его покурить что же касается капсулы цена кальяна капсула в опте составляет 9100 рублей а в рознице если не ошибаюсь 11300 рублей или 11400 рублей здесь вопросов наверное возникает по поводу цены куда больше этот кальян точно не залазит априори в сегмент бюджетных кальянов тем не менее сам по себе продукт интересный и если его доработать то возможно у него точно типа есть будущее я так понимаю что будут разные накладки я так понимаю что это будет не только такого цвета карбон не только типа карбон вообще типа разные я так понимаю будут накладки и если будет возможность сделать их чуть более широкими тогда кальян точно мне лично понравится больше ну что друзья будем закруглять это словесные ушумы были у меня соответственно в загородном доме моих родственников родственников моей жены не напряжно общались обсуждали в этом выпуске кальяны капсула композит и кальян санпай один оба эти кальяна мы разыграем среди вас самых верных пиздатых самых крутых подписчиков канала ну а хули муви здесь сейчас любой комментарий в описании к этому в описании любой комментарий под этим видео напишите как ваши дела напишите как ваше настроение напишите как скоро вы планируете уже начать выходить из дома и вообще не кажется ли вам огной большой аферой произошедшей с нами карантин длиною в 2 месяца напишите о том что думаете об этих продуктах нравятся они ли вам купили либо вы себе один из них и как только вы это сделаете у вас в эту же секунду появляется шанс 20 числа следующего месяца в прямой трансляции у меня выиграть один из этих кальянов под этим видео мы разыгрываем их целых 2 это крутая я считаю тема крутой результат и крутые вы подписывайтесь на канал ставьте лайки рассказывайте своим друзьям и ведите себя нормально братва всех обнял чё кого сучара я я я я я Субтитры сделал DimaTorzok